Я приношу свои официальные извинения. Бля, я и не знал, что всё настолько хуёвать. Это просто кринж и позорище. Она не уйдёт, пока я не проголосую. Смута, блядь, где она? Не, они реально говна поели. Cyberpunk 2. Не, ну это кринж. Меня ждёт Джон Джефф. Я должен проголосовать. А где? Почему у меня сайта этого нет? Так, ну чё? Начать голосовать. 12 декабря будет, да? А во сколько? The Game Awards. А 12 декабря это у нас чё? Четверг. Погоди. Это даже в адекватное время будет? В 19.30 по Москве. Начало. Я так понимаю. А, нет, подожди. Или это без... Потому что обычно же у них там в 4, блядь, утра эти были презентации и всё такое. Блядь, чат. 7.30 PM ET. Это сколько по Москве? Кто-нибудь знает, а то он мне хуйню какую-то здесь показывает? Нахуя вот придумали? Часовые пояса вот эти ебубаны. Это 3 ночи? Это 13 часов 37 минут? 7 пи... Ответы мои, блядь. Я, короче, я чё затупил, блядь. Тут вон EST, блядь, а это ET, блядь. Я такой, типа, блядь, а где именно то, что мне надо, блядь? А потом я листаю и такой, типа, бру... 7 PM США. Это сколько по-московскому? О, Джон США, блядь, напридумывал себе часовых поясов, ебубанных, блядь, дурак, сука. Не, а реально, чё они, как в Китае, не сделают, чтобы у них один был часовой пояс? Удобно же. 7 PM, блядь, ET по Москве. Сколько? Четверг, 19.30, пятница, 3-3. Ебаный Джефф, блядь, опять смотреть нахуй ночью его рекламу ебаную. И три трейлера каких-нибудь индюшки, и какой-нибудь один трейлер чего-нибудь прикольного, но там даже толком ничего не покажут. Там просто, типа, всплывёт какой-нибудь логотип, типа, Фиберпанк 2, и всё-таки... И похуй, что её, блядь, анонсировали уже несколько лет назад, всё-таки... И опять одно и то же, нахуй, будут все сидеть, нахуй, ждать GTA 7, блядь, Skyrim 8, блядь, Silk Song 3 ебаный, блядь. Каждый год одно и то же. А, нихуя себе у них здесь они придумали как? Здесь сходу надо голосовать за игру года. Бля, ну это кринж ебаный Это вообще, это как? Где Хелблейд? Где Хелдайверс? Где Спейс Марины? Где Сайленд Хилл? Ну типа я не говорю, что это игры, которые должны победить там Ну типа Ну какой нахуй Астробот-то, ебаный род? Ну какой нахуй Файнл Фэнтези? В который ебаный раз, блядь? А это все, это ебаная, блядь, аниме-квота Это ебаная, аниме-квота, блядь Я серьезно, я принципиально не буду голосовать с DLC Я буду голосовать здесь, блядь, из этого списка за Балатру Но я в ахуе просто С того, что они столько игр скипнули Сейчас, я хочу посмотреть по... Потому что это тоже не все игры, которые... Вот которые я сейчас назвал Это не все игры из прикольных в этом году Индика Где? Где? Сука Так, вот, год 2024 Окей Окей, давайте посмотрим, что я стримил в году 2024 Показывать все игры Ээээ... Джаст-чаттинг Где? Окей, ладно Elden Ring Ну... Окей 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 Elden Ring DLC Официально Заебись Я с этим не спорю Кайф Это вообще Ну, типа, по сути Это отдельная игра Там столько контента Они нахуярили Но, блядь Господа, двадцать пять часов Двадцать пять часов смути я провел Это два проц... Подожди То есть, смута Это два процента От всех стримов Моих в этом году Я дедлок всего в два раза больше настримил, чем смуту А, блядь, говна столько я получил за этот дедлок Словно я раз десять смуту перепрохожу Фростпанк! Где нахуй Фростпанк? Не-не-не-не-не-не-не-не-не Не, они реально говна поели Я вообще забыл Ну, да, Фростпанк Это, типа, ну, блядь Заебись, игра Алё Типа, Фростпанк второй Не понравился только вот этим вот челикам Которые А, я хочу, чтобы вторая часть моей любимой игры Была точно такая же, но, блядь, рискином И чтобы ничего там другого И продолжение идей каких-то, блядь Усложненных механик там И геймплея Чтобы там не было такого Мне просто нужна та же самая игра Только, блядь, с рискином Это вот только им она не понравилась Игра-то заебись Не, ну ладно, окей Балатра заслужена Балатра заслужена Сайлент Хилл Но Как минимум номинации она заслуживает Игра-то хорошая Типа, она точно не заслуживает Игру года Но номинации-то заслуживает Ну, Хеллдайверс вот Тут вполне Типа, да, окей Там вся вот эта вот драма Сони и всё такое Мы не оцениваем Драму вокруг игры Мы не оцениваем, там, блядь Издательство Их обсёры Мы оцениваем игру Что сделали разрабы У разрабов получилась Заебись, игра Где? М-м-м? Дредген, нахуй Ну ладно, это не в этом году Ну, Спейс Марины тоже Я вот вообще не понимаю Почему их здесь нету Тоже, опять же Не игра года Не заслуживает Но номинации-то Хотя бы она заслуживает, блядь Вы чё, сука? Гондоны Пеглин, ебать Дификолт ге Энгерфуд Так-то тоже Ну ладно, окей, может Да хотя и, блядь Тут астробот Тут астробот DLC И две аниме игры Не, знаете чё? Не Я бы лучше Я бы меньше удивился Если бы увидел там Злую ногу Fortnite Не Пфф Вот это Очень сильно Вот тут вот вообще Без всяких там Передёргиваний, блядь Без приколов Без кеков Без рофлов Без лмао Без рофлмао Без ололо Без пх-пх-пх-пх Hellblade 2 Наверное Моя любимая игра За этот год И мне Похуй вообще Кто чё будет говорить Мне вообще Поебать Что там Типа Кинцо Бля-бля-бля-бля Бля-бля-бля Бля-бля-бля-бля Кастинг офф Фрэнк Стоун Где нахуй? Где нахуй? Кастинг офф Фрэнк Стоун В помойке, блядь Кастинг офф Фрэнк Стоун Похуй на него Политика Где? Где политика? Lucky Tower Ultimate Где нахуй? А? Не, ну Индиго Тоже вполне заслуживает Я не Я не понимаю, блядь Кто этот список составлял Там Джефф этот Килли Уже открестился Он сказал, что это типа Была какая-то Эээ Комиссия Там, короче Комиссия Ээээ Геймеров Каких-то, блядь Изданий Каких-то Это, наверное, те же самые издания Которые 10 из 10 Ставили Старфилду Эээ Это вот они набирали Походу эти игры Мм Оооо Оооо Где? Нахуй Где? Ещё один претендент Названия игры года Вот без шуток Где? Нахуй Она Подставьте любую хуйню За год Где нахуй? Ой, блядь Блядь Чат Вы чего, блядь Говна поели, что ли? Ааа Влядник Брудель Влядник Брудель Где Влядник Брудель? Нахуй А? Не, ну я в ахуе Здесь столько Call of Dragons Где? Ааа Минус 1,4 фолловера За Call of Dragons, блядь Ууу, сука Охуели? Не, ну это кринж Столько игр Столько игр А этот ебобанный, блядь Джон Гейм Эвордс Панадобавлял просто Тотального кала Это Hard Time 3 Где? Где? Fuck you, Вич Где? Fuck you, Вич Где, блядь? Fuck you, Вич Погоди Топовый клип, блядь По fuck you, Вич Нету То есть я реально пришел сюда Траву собирать, да? Окей Окей Где? I, Guy Can See You 150 Silk Song Где? Да хуй его знает Не, ну я не знаю Да хотя нет, я знаю Балатра Пускай бибу сосут, блядь Давайте сделаем так, чтобы Балатра победила, а? Это вот реально Единственная игра, наверное, которая Из всего этого, ну, окей, ладно, я не играл Вуконг Но победит-то Вуконг, блять Сейчас газелён китайцев просто зайдут на сайт И наголосуют А как вот они выбирать будут? Потому что, ну, очевидно, они не будут выбирать По большинству голосов Ведь если они будут выбирать по большинству, ну, во всех номинациях Блять, победит Вуконг И Вуконг, я как бы, ну, я видел По нему стримы Он, типа, ну, не плохая игра Ну, типа, это, ну, так, ну, типа, среднячок Будет очень смешно Если Вуконг обойдёт DLC Элден Ринга, потому что, ну, типа Если эти игры, эти две игры Ставить рядом друг с другом Ну, нет, тут Вуконг никак не может победить Если уж на то пошло Ну, тогда это должен опять быть Победителем Элден Ринг Метафор, что не так-то Блять, это аниме, нахуй Алло Вы вообще с головой дружите, нет? Вы понимаете, что если голосовать, блять, за аниме В таких номинациях То всё, блять, всё, нахуй Игры Всё Вы понимаете это, нет? Все игры будут аниме Игры Всё Понимаете, нет? Почему он так не любит аниме Это, блять Почему анимешники всегда делают вид Как будто бы я не играл в аниме-игры Как будто бы я не смотрел аниме Как будто бы моя ненависть к аниме Как будто бы она не обоснована ничем Почему они всегда делают вид Как будто бы, блять, все, кому не нравится аниме Просто не смотрели аниме Да нет, блять, я смотрел аниме Играл в аниме-игры, блять Благодаря вам может быть я понимаю о чем я говорю может мало играл вот видите а потом они пытаются делать вот эту хуйню они пытаются заманить тебя в свою аниме секту вот да 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 а на самом деле на самом деле это все китайские боты и они здесь для того чтобы людей склонять на свою аниме сторону чтобы они потом шли играли в геншин и покупали там крутки короче мне не дает он зайти please close this window to continue ну джон джефф килли за гейма вордович я приношу свои официальные извинения от лица компании олеша интертейнмент я официально приношу свои извинения дайте мне пожалуйста проголосовать мой голос важен он имеет значение и вполне вероятно он окажется ключевым голосом во всей этой ситуации кстати насчет твоего устаревшего на 10 лет саундборда бро 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 please close this window to continue закрываю window и ничего не происходит у кого-нибудь есть такая проблема так разрешить приложению доступ к вашей учетной записи авторизовать окей то есть подожди получается я могу четыре раза проголосовать же верно типа он же никак не не может узнать с какого я аккаунта это делаю они же не связаны друг с другом не ну тут блять вот принципиально не буду блять за элден ринг голосовать потому что это делся ну ну это просто кринж блять столько игр вышло в этом году классных если в этом году победить блять дел си от этого проиграют все так что я голосую за оригинальную балатру довеса ко всему она действительно так-то заслуживает ну парочки наград точно потому что игруха реально кайф бест гейм ахуеть джефф джон гейм awards да ведь блять что же ты нахуй наделал дурак блять дурной сука ты тупой блять не ну они реально охуели awarded for outstanding creative vision and innovation in game direction and design ну тут уж точно блять должен быть hellblade где где у меня забагалась может или чё блять но это это просто пиздец какой-то я не буду играть в нем и я блять устраиваю забас я устраиваю аниме забастовку до следующего за game awards да я не буду блять ни в одну аниме игру играть и ни одно аниме смотреть не буду это ужас какой-то не ну это реально они охуели блять вот что что ну да хорошо окей ладно вы ебывайте сколько хотите что там типа кому-то не хватило геймплея блять в hellblade или еще что-то хотя на мой вкус и мне кажется там все вполне с этим заебись было да у его может быть было немного короче блять баллатра идите нахуй иди нахуй джон блять геймса вордович я всегда буду теперь за баллатра голова вот-вот но блять вообще-то hellblade ну тут без обсуждений без обсуждения сразу все next не это причем кстати даже не не чё-то не предвзятость это не чё-то предвзятое там реально типа нарратив там просто нахуй там игра пролетела просто моментально и причем сюжет там прям тоже кайф и вообще заебись и всем рекомендую игра ахуй я все сказал незаслуженно мало внимания она получила это прям упущение огромное и бездет смотрите тут везде нахуй астробот вы понимаете сколько нахуй газелионов долларов джон сони заплатил джону геймса вордовичу в каждой категории есть этот ебобаный астробот или нет или не в каждой в прошлой он был окей спасибо что здесь хотя бы не был best narrative и то мне кажется там кто-нибудь в токио сейчас в офисе сидит и такой типа эй блять у нас там такой нарратив ебейший ты чо best art direction ну окей вот здесь может быть и можно было бы отдать голос за аниму но я этого теперь принципиально блять не буду делать но у конга какой там у него типа арт дирекшн уже типа дефолтный такой souls like я вообще в шоке блять мне всегда казалось что это типа мини игра какая-то для того чтобы там типа проверить контроллер свой или типа того что за него выглядит интересно это выглядит как классическая игра за 200 рублей в стиме где очень глубокий сюжет о том как типа блять я не знаю главный герой шел по какому-то сказочному лесу ему было очень грустно он встретил какого-то блять домашнего животного это домашнее животное с ним очень быстро блять скрепилась узами там блять я не знаю семьи потом это домашнее животное украли и он бегал блять по полям и лугам с цветами и деревьями и думала о высоком и вечном потом он нашел это домашнее животное блять и на них набросился медведь и, блядь, домашнее животное блядь, спасло, но умерло и потом, блядь, главный герой такой ооо, домашнее животное, и там главная мысль игры, типа, блядь домашнее животное, это круто и конец, и все такие типа, ааа, блядь, до слез неужели за Элдон Ринг голосовать? ну это просто, ну, блядь, за DLC голосовать в таком, ну это, ну это кринж нет наш голос важен, че? мы не можем просто его выкидывать ладно, я видел трейлер этого метафора это, по сути, тот же самый, блядь та же самая персона, я не удивлюсь если это от тех же разрабов это мне на ансабдень кидали, я посмотрел сколько это кал стоит, и понял что я не буду, блядь, это качать за газелен, блядь, йен и 300 тысяч гигабутов качать ради часа игры ну типа, по трейлеру вроде прикольно выглядит окей, ладно, знаете, че, это типа, блядь, моя вот, анимешники, держите чтобы вы потом не выебывались что типа я там это, че-то как-то предвзято, блядь или еще че-то, все идем дальше лучший саундтрек, короче музыка, звуки, саундтрек ууууууууух да хотя нет, здесь все очевидно ну, как минимум, потому что я играл только в одну из этих пяти игр но даже если бы я играл во все остальные в Silent Hill в втором реально ебейший саундтрек и с Ambient'ом там тоже все в порядке Это я вот на протяжении всего прохождения Я постоянно это хвалил Я это запомнил Если это запомнилось, значит реально кайф Silent Hill это заслуживает Держите, забирайте, идем дальше Лучший аудиодизайн А вот я не могу сказать, что я в Hellblade-то особо помню. Ну там да, вот этот опять момент с этими голосами был, объёмный звук, но помимо этого, как-то хз. Блин, вот здесь не так-то и просто. Синь его сага или Silent Hill. Для меня такой вопрос. Hellblade долбейший саунд? А, блядь, ну вообще так-то да. Не, погодите, погодите, погодите. Вот просто хочу вам показать одну нахуй миссию. Но когда я играл, типа это куда более динамично. Когда ты смотришь, да, наверное, как-то не так динамично ощущается. Но просто там и до этого, как... Типа тебя настраивают на эту сцену, когда ты ко всему этому подбираешься, там типа все диалоги, там вот это вот всё, экспозиции и прочее, и прочее. Когда вот так у тебя просто вкидывают, наверное, это не так эффектно получается. Ну, мне похуй, я ничего не знаю. Блядь, игра, как по мне, лютый кайф получилась у них. И прям очень жаль, что она так незаслуженно мало внимания получила. А теперь, после этого, глянь Астробот среди. Астробот, эээ, куб сцена. Это первый запрос, давайте посмотрим. Беру назад всё сказанное. Проносил я официально. Извини. Все номинации абсолютно заслужены. Не, ну давайте вот справедливости ради, давайте ещё какую-нибудь, ээээ, хочу ещё вам показать. Я буду, блядь, главным амбассадором Хеллблейда. Отныне и вовек. Блядь, ну это, ну это тупо, вы посмотрите на эту картинку, это же ебать, это синима нахуй. Не, надо будет перепройти. Мы звук оцениваем, я оценивал всё. Игра это, типа, вся упаковка. И звук, и картинка, и геймплей, и сюжет, и всё остальное. И то, что этой игры нету в номинации, блядь, на игру года, это просто кринж и позорище. Это просто показывает, что, типа, побеждают, эээ, в таких, эээ, в таких штуковинах, просто те игры, которые более популярны. Вот и всё. Было бы это не так, там бы и смута какая-нибудь была бы. Я всё сказал. Ёбаный, блядь, Джефф Килли. Ну, я понимаю, о чём люди говорят, когда... Говорят, что им, типа, геймплея не хватило, потому что каждый файт здесь выглядит одинаковым. Но, типа, он работает. В это весело играть, он динамично сделан. Типа, для того, чтобы геймплей был прям интересным, тебе не надо делать из него, я не знаю, игру на пианино. Как по мне, это, наоборот, круто, когда у игры получается тебя завлечь буквально тремя кнопками. И сделать так, чтобы на протяжении всей игры эти три кнопки, они, ну, продолжали тебя как-то веселить. Короче, ладно. Знаете, чё? Я не знаю, с кем я здесь... С кем я здесь спорю. Здесь половина чата — это фанаты Астробота, половина чата — это фанаты аниме. Я здесь в меньшинстве. Silent Hill. Всё, всё, Silent Hill. Всё, всё. Best Performance. Voice Acting Motion Performance Capture. Final Fantasy. Life is Strange. Star Wars Outlaws. Silent Hill 2 и Hellblade 2. Окей, ну это... Тут, я не знаю, тут можно деньги ставить. Это... Вот здесь точно выиграет Hellblade. Вот здесь 100%. Ну, блин. Ну, вообще, ладно, окей. Вот этот Motion Capture там тоже, он ебейший. Это, наверное, одна из таких игр, где прям... Анимации лица самые вот прям топовые. Так что здесь прям даже ничего... Ничего говорить больше не надо. Инновации в Аксессабилити. Black Ops 6, Diablo 4, Dragon Age. Я ни в одну из них не играл. И вообще, знаете что, я считаю это, блядь, знаком качества, что я ни в одну из них не играл. Но проголосовать-то надо. Катя, почему ты пишешь... Драгонага. Половину постов, когда я заходил тебе в паблик, половину постов, что я видел, ты постоянно... У тебя половина контента твоего паблика, Катя, это засирание Dragon Age. И теперь ты говоришь мне голосовать за Dragon Age? Потому что Драгонага это меньший зол? Ого-го. Но, кстати, я видел немного геймплея вот этого принца Персии. И он так-то не так уж и плох был, вроде бы. Не знаю, тут я скипну. Тут реально лучше скипнуть, учитывая, что я не играл. Но, опять же, я считаю это как бы наоборот. Это марка качества. У-у-у, да ну нахуй. Индика. Games for Impact. Hot Provoking. Ну, короче, такая типа, блядь. Со смыслом. Ну, слушайте, в Индике да. В Индике там половина игры, в принципе, на этом и построена. Что там типа про религию, взаимоотношения человека с ней и все такое. Ну, и в Хеллблейде там тоже, блин, вот тут реально сложно для меня выбрать. Потому что в Хеллблейде там еще прям, особенно концовка, там все очень накладывается на нашу, скажем так, ситуацию. Там все типа политика, что бывает, если маленький жадный человек доберется до власти, вцепится в нее там мертвой хваткой, к чему это все привести может. Ну, Хеллблейд что-то да выиграет. А вот Индика, мне кажется, здесь вряд ли особо еще больше встречаться будет, поэтому не. Индика тоже что-нибудь да заслуживает. Поэтому здесь я за нее проголосую. Хотя по-любому победит вообще, блядь, я не знаю. Life is Strange нахуй. Или еще что-то типа того. Best Ongoing. Типа лучшая игра, которую продолжают обновлять контентом. Destiny, Diablo, Final Fantasy, Fortnite, Helldivers. Ну, если судить по цифрам, то, наверное, это должен быть Final Fantasy. Тут ты не одинок. Не, ну у меня рука не поднимется. Никогда. Голосовать за Final Fantasy. Helldivers, вот я хочу за нее проголосовать, да? Но я понимаю, что они так-то контент это, ну, вообще особо не навалили. А они все тизерили-тизерили этих, блядь, иллюминатов, тизерили-тизерили. И нихуя. И как она лежит, так и лежит. Типа в целом игра кайф. Но именно за вот эту категорию награду отдавать. Ну, мне кажется, хз. Destiny, Fortnite. Ну, в Destiny я не играл. У меня такое ощущение, как будто в Fortnite у них все апдейты заключаются в том, что они берут карту, переставляют местами локации, переставляют местами пушки. У них там типа три газелена пушек, а они типа просто их местами переставляют. И добавляют четыре терабайта новых скинов. И вот это типа все, в принципе, апдейты. Ну, хотя ладно, не, иногда они что-нибудь добавляют веселое. Типа вот я помню, я заходил, как-то вот эта вот паутина, типа где ты... Хотя это, по сути, рекламная хуйня была так-то. Но получилось весело. Так что, знаете, чё? Похуй. Джон Фортнайт, держи. Держи, бро. Держи. Только, блядь, верни мне скин Питера Криффина. Я немножко не успел, блядь, тогда добить. Юпи, спасибо за 150. Донат скипнул, надеюсь, не специально. Юпи, 150. А вуконг ты не рассматриваешь? Это не наезд. Просто интересно, раз ты голосуешь и за игры, в которые не играл. Вуконг для меня среднячок из того, что я видел. И, типа, игру года, если ты про это говоришь, я бы ей точно не отдал. Тем более, во всех номинациях, где есть вуконг, есть DLC для Элден Ринга. И там оно будет в каждом случае побеждать, на мой взгляд. Типа, я не говорю, что это плохая игра из того, что я видел. Но это точно для меня не игра года. Бест комьюнити саппорт. Окей. Спасибо. Спасибо. Аниме Ивуконг Калкста. Спасибо. Спасибо. Кстати, она здесь. Она не уйдет, пока я не проголосую. Она от меня не отстанет. Если я этого не сделаю, она сделает еще 15 постов в паблик по поводу этой игры. Не, ну No Man's Sky. Нет. Ну, No Man's Sky. Еще и колу забирает. Не, ну No Man's Sky. No Man's Sky. Так-то. No Man's Sky буквально поддержкой возродили? Нет. Кстати. Кстати, нет. Возродили No Man's Sky разрабы. Они как раз не поддержкой ее возродили. Они просто решили не отказываться от своего детища. И им самим стыдно стало. И они решили вот сами перед собой в первую очередь исправиться. И только потом, когда люди увидели, что они это делают, они начали их в этом поддерживать. А Baldur's Gate у него изначально. Типа, вот это комьюнити, оно прям, это тоже как секта какая-то. Ну, тут я вот, тут я вот даже не знаю. Я вот тут я даже не знаю. Но такое ощущение, как будто No Man's Sky уже убеждал в этой номинации. Разве нет? В Baldur'е моды разрешили еще кучу всякого. Блядь, а еще мне Катя рассказала, что на протяжении полугода после выхода Baldur's Gate... На момент, когда эта игра забрала в прошлом году игру года Baldur's Gate... Мне Катя, знаете, что рассказала? Я об этом не знал. Я не проходил эту игру. Там не было концовок. Они их добавили после. Через несколько месяцев только. То есть, эта игра даже не законченная была. Мне кажется, просто все, кто нахваливают эту игру, толком даже не проходили ее. Потому что там ее, чтобы пройти, надо 500 часов потратить на это. Вот и думайте. Вот и думайте. Не, погоди, а No Man's Sky, разве они не побеждали в этой номинации ни разу? Валер, вот... Катя, ладно, хорошо. Тебя не наймут за то, что ты будешь хвалить на моем стриме эту игру в Ларианы. Там еще, кстати, злые концовки только два месяца назад добавили. Бест комьюнити. Получается, реально на одном комьюнити держится. Бест комьюнити саппорт. Зе гейм эвордс. Ноу Мэн Скай. Ноу Мэн Скай already won twice at the гейм эвордс. Ну и все, блядь. И хороших это... Хотя, не, погоди. Зе гейм эвордс. Зе гейм эвордс. Две тысячи двадцать три. Винерс. Что там винерсы? Показать все. Показать все. Да лё, блядь. Зе гейм эвордс. Две тысячи двадцать три. Балдур с гейт три. А, он уже побеждал. Ну так и все. И хорош. А в двадцать втором? Комьюнити, саппорт. Файнал фэнтези. Окей. Ну, вообще, ладно. Окей, в этой номинации заслужено. В этой номинации заслужено. Опять файнал фэнтези. Окей, может быть уже не заслужено. В две тысячи двадцатом? Бест комьюнити фоулгайз? Бест комьюнити саппорт фоулгайз! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Комьюнити, ты где? Комьюнити! Уэх! Уф, а я и не знал, что все настолько хуёво. Не, ну я знаю, конечно, что она сейчас бесплатная в этом в эпике, и, наверное, большая часть игроков именно там в нее играет, ну блять. Не, ну слушайте, я тогда за No Man's Sky проголосую. Хоть мне не придется из-за этого спать на диване, скорее всего, сегодня. Но раз они даже не побеждали, а балдуры в прошлом году побеждали на этой номинации, пускай это будет No Man's Sky. Я считаю, вполне заслуженно. Я считаю, что поведение такое, как у разрабов No Man's Sky, его надо поощрять. Потому что это один из очень немногих случаев, когда разрабы взяли на себя ответственность и напилили, реально допилили игру. Потому что обычно, когда она проваливается, все такие, ну и, блять, и в пизду. Как вот Concorde, например. Эээ, все, блять, провалился, миллионы мы не заработали, ну и нахуй игроков, которые там, блять, в нас верили, нахуй тех, кто покупал. В пизду, короче. Кхм-кхм. Best Independent Game. Ммм. Animal Vale. Кстати, тоже прикольная игруля. Тоже прикольная. Нева. Вот опять. Не знаю. Вот это тоже не знаю. Хотя я как бы индюшки-то я уважаю. Но вот эти три, они походу даже для меня слишком индюшки. Может они вышли там где-нибудь на Game Jolt, и у них поиграло три человека. Но из этих пяти игр я только две знаю. Ну и Balatra так-то как игра, сделанная реально одним человеком. Я даже не знаю. Сегодня ты спишь у лотка Цири, да алё? Balatra заслуживает этой победы. А чё, а Индика? Чё, они недостаточно independent или чё? Как они вообще это высчитывают? Типа, если у вас больше бюджет, чем там, я не знаю, какое-то количество, то тогда вы не independent или как? Ну ладно. Пускай и Balatra будет. Чё-нибудь должна эта игра выиграть. Best Debut Indie Game. Ммм. Ммм. Тут и Plucky Squire есть, и Pacific Drive, и Manor Lords, и Balatra. Блин. И Animal Well. Кстати, вот единственная номинация, где я во всё играл. Manor Lords – кайф. Но там мало контента. Типа, она классная на протяжении десяти часов, а потом ты втыкаешься в стену и такой, окей, чё дальше. Pacific Drive – полная залупа. Это должно было быть Long Drive, доведённым до ума, и из него убрали то, что и делало прикольным Long Drive. А именно, блять, длинные вот эти вот передвижения, чтобы ты ощущал, что ты, типа, куда-то едешь, что это здоровый огромный мир какой-то. В итоге это вообще, блять, и не туда, и не сюда, и хуй пойми, чё это вообще у них получилось. И геймплей там тоже, ну, не особо такой, как бы, суперзамечательный и интересный. Plucky Squire – кайф, но… ну, она слишком детская, мне показалось. Ну, вообще, кайф. Типа, и визуальные геймплеи на прикольной игруля. Но я торч, поэтому пускай это будет Balator. Вообще, надо сделать так, чтобы Balator все… Ебать тут сколько Balator. Надо сделать так, чтобы Balator все вообще награды забрал. Афокаджорни… Zenly Zone Zero – тоже рекламу предлагали, кстати, недавно. Ну, я думаю, здесь, ребятки, придется тактический скип сделать, бля. Баллатр мне точно рекламу не предложит, за них можно не голосовать, и в них и так, блядь, все нормально с продажами, мне кажется. Одно аниме. Да, кстати, да, кстати, кстати, да. Вот, я по этому признаку буду голосовать. Не потому, что там какие-то хуже, какие-то лучше. Я против аниме. Поэтому Баллатр. Не по чему еще, вот просто, вот только поэтому. Вот Баллатр. Притом, что она вроде как месяц назад или типа того вышла на мобилках-то. Так, лучший VR AR. А я ни вачу из этого не играл. Кстати, 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 ребятки, смотрите, сколько места. Это знаете, что значит? Смотрите, смотрите, на новой квартире-то сколько места. Это же значит, что я могу здесь стримить VR-чики. А это значит, что я могу скоро прикупить себе VR-шлем и делать для вас VR-стримы. Че думаете? Че думаете? Не можешь? Почему я это не могу? Не прикупишь? О, нет. Мне кажется, когда я попытаюсь выйти из комнаты, она будет забаррикадирована. Не, ну это, наверное, скип. Пускай это скип будет. Я ни в одну из них не играл. И как-то... О! Ну хоть здесь, блядь, Space Marine есть. Вуконг, Блэк-Опс, Хеллдайверс и Space Marine. Уф. Бля, ну честно, так-то Space Marine кал. Ну, типа, ну, в целом. В целом. В целом. Там есть очень прям ебейшие аспекты. То есть это игра для фанатов вселенной. Вот это от фанатов вселенной и для фанатов вселенной. Там все вот эти вот детальки, всякие вот эти вот, всякие оружия, там броня, блядь, всякие эти механозоиды, всякие вот эти вот это все. Но геймплей там ровно такой же, как и в первой части. И он реально устарел вот как раз на эти 15 лет, когда первая часть и вышла. И он особо сильно не развивается на протяжении всей игры. И под конец он уже, ну, там игра длится часов 12. И под конец уже он конкретно так тебе, заебать тебя успевает. Так что, тут я не буду за Space Marine голосовать. Вот визуал там охуеннейший. За это я бы проголосовал. А все остальное что-то я как-то даже не знаю. Колда? Да и, блядь, колодюти эти, это уже как FIFA какая-то. Вот реально, колда это как FIFA, мне кажется, им надо поменять нейминг. У них должен быть нейминг такой же быть, типа Call of Duty 2024, 2025 и вот так далее, и так далее. Одна и та же нахуй игра год за годом, год за годом, год за годом, блядь. Не, ну мне кажется, Helldivers должны что-нибудь выиграть. И тут у них, мне кажется, самая большая... Самая большая надежда на победу, это вот в этой номинации. Stellar Blade это вообще вроде как, типа, слэшер какой-то для кумеров. Это вроде как та самая игра, где у тебя половина геймплея, это типа... Там, типа, просто у тебя скачет что-то на экране, и там, типа, циферки, урона, а половина геймплея тебе жопу показывают в экран. Ну, хз. За демократию голосуем, ребята. За демократию. За Helldivers. Best Action Adventure. Нихера себе здесь, конечно, разброс. Astro Bot, Silent Hill 2, Легенда о Зельде. Ну, я только в одну из них играл, как бы. Не, слушайте, мне кажется, надо реально ставки, блин, делать. Сколько номинаций заберет себе Astro Bot. И можно будет высчитывать, каждая победа Astro Bot это, ну, где-то, ну, миллиончиков сто долларов в карман Джеффа Килли. И, типа, каждый раз, когда он будет выигрывать, можно... Ча-чинь! Best Action Adventure. Блядь, ну, на самом деле, я бы даже не стал бы голосовать здесь за Silent Hill, потому что там тоже, как бы... Там игра такая, но она растянутая. Но если вам давать проголосовать, вы тоже за Silent Hill проголосуете, потому что на моем канале только она была. Star Wars вроде как никому не понравился. Особо-то. За Baldur's Gate. Да здесь нету Baldur's Gate, Катя! Нету его. Да похуй, пускай Silent Hill. Да и... Да и все. Dragon's Dogma 2? Dragon's Dogma 2 не понравилась практически никому, но те, кому она понравилась, наиграли в ней, нахуй, газелён часов. По какой-то причине. Я играл в эту игру на релизе, и я никак понять не мог, для кого это сделано. Кому эта игра понравилась. Там... Я даже вспомнить ничего про неё не могу. Это просто как будто бы игра, где ты идёшь, потом чуть-чуть идёшь, потом дерёшься с паком мобов, потом ещё чуть-чуть идёшь, потом дерёшься с новым паком мобов, потом ещё чуть-чуть идёшь, потом ещё дерёшься с паком мобов, потом ещё чуть-чуть идёшь, потом ещё дерёшься с паком мобов, потом ещё чуть-чуть. Что лучше Дрэгонс Догма 2 или Смута Я даже не могу ответить на этот вопрос Это как бы уже показатель качества Не, ну окей, ладно Лучший файтинг Уф Пиздец, почему они все вы... Ну ладно, окей, кроме вот этого Почему вот эти вот все, как будто все это одно и то же Типа, как вот этот мем Типа, дай списать домашку Окей, только не списывай все подряд О, но в Tekken 8 я играл Кстати, я играл в Tekken 8, да Я играл, я пару часов у него наиграл Меня там опиздюлили Да, я помню, мне казалось, что я очень хорош Потому что я играл в него Этот, в сюжетку И я там всех разъебывал ботиков А потом я зашел в мультиплеер И вот после этого я перестал Играть в Tekken 8 Бест Фэмили У, вот как раз я про это и говорил Plucky Squire, мне кажется, прям вообще оно Мне кажется, прям оно Все остальные я все равно не играл Лучший симулятор стратегия Оооо Не, ну вы что-то охуели совсем Маннер Лордс Ставить рядом с Фрост Панком И я более чем уверен, что у Маннер Лордса Больше шансов на победу И это все, что надо знать о том, что, блядь Society бы Society это, блядь Хорошую вещь Society бы не назвали Фрост Панк там Ну, блядь В Маннер Лордс Типа это хорошая игра Но она не доделана, блядь Там контента процентов 20 из того, что надо еще То есть это как бы Заранее люди всех валят Маннер Лордс А Фрост Панк это уже там все, что надо есть Так что нет, тут я ничего не... Ну это вообще не ебучо Это такое Аниме какое-то Опять какое-то аниме Ну Age of Mythology Это вообще вроде как типа для Старперов какая-то игра Там типа если тебе 70 плюс Что-то такое Фрост Панк Мега, гига, кайф Я надеюсь, они здесь выиграют И это будет очень даже заслуженно Понятно нахуй Здесь мы скип Здесь мы спим F1 Окей, каждый год, блядь Вот каждый год Одни и те же игры здесь Каждый год А хотя нет, знаете что Я по приколу, блядь, за рестлинг проголосую Знаете что А вот так вот Это будет мой элемент хаоса Колда, Хеллдайверс Супер Марио Ванхаммер Лучший мультиплеер А я даже не заценил ни разу Мультиплеер там Так, Теккен сразу нахуй Отсюда нет Ааа Не, ну Хеллдайверс Хеллдайвер Ах тебя, блядь Я потом вспоминаю мультиплеер Это когда ты высаживаешься С четырьмя какими-то идиотами Два из них Убегают соло на другие концы карты Потому что они считают, что они самые крутые И жесткие Их начинают гасить постоянно мобы Они начинают ныть в чат Типа вы где, вы где, вы где, вы где А потом ливают нахуй И потом вы остаетесь вдвоем С единственным адекватным челиком Который собирался играть в команде И вас разъебывают Потому что вам не хватает еще двоих Вот такой вот мультиплеер Хеллдайверс В 90% случаев Ну короче, да, Хеллдайверс Да, окей Лучшая адаптация Наклз Якудза Я даже не знал про эти штуки Ну Fallout кайф Так-то Сериальчик-то Я смотрел Мне понравилось Там как бы дух Fallout Он передан Arcane я не смотрел Вот поэтому я не могу здесь Как бы сказать Второй сезон я не смотрел Первый смотрел Первый понравился Мне кажется Fallout заслуживает Того, чтобы его наградили У Arcane там вот так У него уже, блядь Газелёв наград всяких есть Я за Fallout Здесь проголосую Arcane Prefire Не Fallout Неплох Ничего не знаю Самая ожидаемая Игг Окей Окей Джон Джефф Килли The Game Award The Witch О Подожди Они чё ебанутые Они сюда реально Не засунули Silk Song Вот если бы здесь был Silk Song Вот это было бы Реально интересно Просто Всю силу Интернета Можно было бы Сконцентрировать В одном клике И Silk Song Мог бы победить Потому что Интернет любит мемы Но тут слишком Всё как-то Блядь Ну Не реально А где Silk Song Это блядь Какой нахуй Monster Hunter Wilds Блядь Кто это Кто такой Metroid Prime 4 Блядь Их ещё Три штуки До этого было Блядь Кто это Ну ладно Окей Ghost of Этот Tsushima Yotei Это ладно Окей Понятно Там Типа Многим Понравилась Первая часть Death Stranding Ладно Окей Тоже Понятно Но это Что такое Блядь Ну хотя бы Я не знаю Метроида Можно было Этого бы заменить Блядь На Silk Song Здесь я не знаю Если вам так важно Мнение Блядь Большинства Не знаю Засуньте сюда Ещё один Нахуй Horizon Какой Блядь Трёхсотый Хотя Это он Как будто бы Он и есть Только в другом Скине Ой Ё-моё Ну блядь Джон Блядь Джон Джефф Килли Ёбаный Ты Засранец И Как тебе Не стыдно Это Чё Такое Content Creator Of The Year KCO Илоджуан Technogamers Typical Gamer Кто Все Эти Люди Я знаю только Вот этого чувака Где вот этот Типа Я даже не буду говорить Что это какой-то Топовый контент Или ещё чё-то Этот I show speed KC Nat Вот этот вот Вот этот KCO Каждый раз Когда я блядь Чё-то с ним видел Это либо в 50% Шутки были Про то что он толстый И он сам типа Над этим постоянно шутил Либо о том Как он любит Блядь Есть бургеры Либо ещё Какая-то блядь Подобного рода хуйня И это типа Для той же аудитории Делается Что и тот же И I show speed И этот KC Nat А где они-то Здесь тогда Вот эти трое Я вообще в душе не ебу Кто это Но это понятно Это витуберы Витуберы это типа Теневая мафия интернета Вообще Они на самом деле Всем заправляют Мы просто об этом не знаем Они теневые кукловоды Эти блядь Дёргатели За все ниточки Тут как бы Я не удивлюсь Если на самом деле У неё там Газелён подписчиков Блядь Три миллиарда А знаете чё Опускай блядь Опускай витубер победит Вот так Вот это ещё один Элемент хаоса от меня Ой-ой-ой-ой-ой Блядь Не ну они реально охуели Где? Ну это сука Какое-то нахуй Неуважение бля Ну это вообще не Это вообще не Он в бете Он не в бете Он в альфе И чё блядь И чё Дота была в бете На протяжении Тоже там Сколько Пятнадцать лет Она была в бете КС-2 Вообще Блядь Блядь Они нахуй Добавили сюда Мобильную игру А Стой Погоди Я думал это Подожди А я думал Это типа Лига Легенд Но для мобилок Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ну для меня Это КС Дота Или Валорант А это и есть? Это буквально она Если выбирать между КС и Валорантом Я выберу Валорант Из-за античита И из-за комьюнити Потому что КС Это комьюнити Которая застряла Где-то в 2011 году И до сих пор Думает Что вот это вот Типа постоянно Одна и та же шутка Типа Ха-ха Расизм Ха-ха-ха Это типа смешно Валорант Там тоже типа Одни токсичные долбоебы Но там хотя бы Типа знаете Есть какой-то Есть из чего выбрать Когда в КС Постоянно нахуй Одно и то же В каждом лобби Как античит И комьюнити Относится к киберспорту Ты что нахуй дурак Что ли Ебаный Такие вопросы Спрашивать По поводу Киберспортивной игры Это буквально Фундамент Киберспортивной игры Блять Спрашивать Как нахуй Античит Относится к киберспортивной игре Ты что Совсем сука тупой Ебаный Рот Я литературно Если выбирать СКС и Валорант Я бы выбрал Валорант Только потому Что я знаю Что у меня не будет В каждом втором Лобби читеров Потому что Блять Они там тебе Вкачивают на комп Вот этот вот Античит Воруют все твои данные Отправляют все Все их в Китай И похуй Зато хотя бы Блять Мне не попадаются В каждом лобби Блять Читаки А в КС Ну Блять Наслаждайтесь Ребята Именно поэтому В КС Все играют Не в КС Блять А вот в этот вот Как он там называется Другой который Лаунчер Или как это правильно Называется Фейсит Так что Не Так что Не Короче Либо Дота Либо Валорант Я так долго Боролся с Дотой Я так долго Отказывался В нее играть И ее стримить Потому что Надеялся Что Ну вот 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 Она сдохнет И все Блять Эти фанаты Ебаные Доты Блять В этом Ру комьюнити Наконец-то Рабредутся По другим Нормальным Играм Еще чуть-чуть Еще чуть-чуть И нет Так же и с Майнкрафтом У меня было Кстати А Валорант Ну Валорант Вообще модно Типа Хейтить Это как Такой Типа Типа Хейт с Овервотча Сместился На Валорант Вот я Что заметил Потому что Овервотч сдох Нахуй И всем уже Похуй Кто Оверхейтил Окей Чел Окей Чел Ой Какие же вы Чатеры Какие же вы Чатеры Некоторые Здесь из вас Тут Окей Окей Ладно Знаете Че Я не буду Это комментировать Лучший Испортс Атлет Ой Я знаю Только вот этого Чела Потому что А нет Погодите Я вроде Как в прошлом году Точно такую же Реплику сказал Что типа Я его знаю По смайлику Вот этому И потом оказалось Что это не он 33 соло Я вообще В душе не ебу Кто все эти люди Если честно Понятия не имею Я знаю Из киберспортсменов Дэнди Симпла Димпла И все нахуй Литературно Больше никого не знаю Но Дэнди Я знаю Только потому что Блядь Это там Год 2012 Когда вот все Вокруг в доту играли Ну а сюда Наверное Лучше здесь Скипнуть А нет Наебал Блядь Что это нахуй За ники такие Вот раньше Раньше реально Умели делать Ники Запоминающиеся А это Что такое Блядь Чови Зиву Змож Что это Блядь Блядь Что это за хуйня Ну 33 Вот мне Ну типа Прикольно Типа Как будто бы У него Ник Это типа Как Бб Типа Ну хотя Вряд ли Бб Он же типа Он вряд ли По русски Разговаривает Не то что У тебя Олеша С буквой О В начале Тебе не познать Своим Маленьким Арахисовым Умом Всю глубину И иронию Моего Никнейма Даже Не пытайся Ты Дешевка Так вот Факер Типа Фак Типа Фак Ю Лучшая Ээээ И спорт Команда Билли Билли Гейминг Блядь Это звучит Как команда Киберспортсменов Каких-то Я не знаю Агуш Таких знаете Типа Трехлетних Они типа Соревнуются В каких-нибудь Детских Играх Такие Билли Билли Гейминг Гули Гучи 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 Баба Биби Пипи Пупу Тим Ликвид Т1 Нави Не я походу Вообще Я окончательно Отстал от жизни Я вообще Понятия не имею Кто все Че Где Как Кто Кто Все эти люди Че это за составы Че Где они выигрывали Ну тут смотрите Вот эти че-то держат Да Эти явно че-то выиграли Получается Интернешнл Эти выиграли Тоже Типа их местный Интернешнл Эти просто стоят Типа дохуя важные Видимо они нихуя не выиграли Эти вообще идут Хуй знает куда они идут Может быть на пенсию идут Эти тоже идут Но уже в другую сторону Куда-то Они там блять где-то гуляют Ну пускай гуляют А вот эти че-то вроде как выиграли Так что я думаю Вот за этих надо голосовать Нави же выигрывали А покажи где их трофей Че они тогда не сфоткались с ним Значит не выиграли Значит голосовать надо за этих Ну дота короче Нормально А и все Три раунда Три шанса проголосовать Раунд первый Раунд второй Раунд третий Погоди В смысле Это типа не все номинанты были что ли Или Или это были все номинанты Их потом станет меньше И меньше И меньше И меньше А это типа как батл рояль То есть получается Надо будет сюда вернуться Второго декабря Потом пятого декабря И потом девятого декабря Да А подожди А как То есть если мы говорим Например про Игру года То под конец Останется только два варианта А где будет Интрига Типа если и так Всем будет понятно Кто победит Это отдельная категория Выбор игроков Аааа Ааааа А че игроки проголосуют Интересно за че Чат за че бы вы проголосовали А теперь голосовать на премии На премии бустеры Ой Насчет этого я не уверен Кстати да Где маус вошинг Маус вошинг же так Захайпили в интернетах Не очень заслуженно На мой взгляд Игра как бы Типа прикольная Но Ну Как бы она не такая Уж прямо Как бы Скажем так честно Так уж хорошо Ну Опа Ааа Она слишком поздно вышла Вот да Иногда игры так выходят Непонятно Вот как сталкер например Вообще сталкер так-то Должна была выйти еще Лет 15 назад Второй Типа вышла Ни туда и ни сюда Получается его че Перенесут на следующий год И мне кажется Нас в следующем году Уже все забудут про него И типа все будут Так думать Типа так блин Он же вышел там Типа 10 лет назад Че за него голосовать Окей Окей Привет 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 Чатер новость Здорово 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 Привет Диев